Франция продолжает хранить молчание относительно армяно-азербайджанского соглашения о передаче сел и демаркации границ. Кстати, отметим очередное молчание и в Греции. Не странно ли, что даже МИД Словении приветствует и поздравляет Армению и Азербайджан, а Франция и Греция молчат, — написал на днях в Facebook армянский политолог Акоп Бадалян. Как ни странно, стоит отметить трезвость взгляда армянского политолога. Действительно, многие страны поздравляют Баку и Ереван с успешными договоренностями, почему бы не проявить активность Парижу и Афинам. Ведь нельзя не отметить, что встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении от 19 апреля стала еще одним шагом для налаживания отношений мира в регионе. Получается, что такие страны, как Франция и Греция открыто не заинтересованы в мире на Южном Кавказе, чем удивляют даже армянские политологов. Так какие тогда цели в нашем регионе преследуют Париж и Афины? Ответить на этот вопрос ответили зарубежные эксперты. Как считает российский политолог Александр Рябцов, Франция и Греция в эти дни действительно практически открыто продемонстрировали свою позицию по Южному Кавказу. Стоит честно сказать, что Париж, по сути, не скрывает своих захватнических амбиций, того, что Франции хорошо, когда на Южном Кавказе очень плохо. И получается, что единственный интерес Парижа — добиться как можно больше дестабилизации в регионе, чтобы Ереван и Баку находились в максимальной конфронтации друг к другу, чтобы полыхало зарево конфликта. Но можно было хотя бы попытаться, так сказать, сохранить лицо и сделать хорошую мину при плохой игре, чтобы не быть обвиненными в откровенной предвзятости. Так что, на мой взгляд, молчание Франции говорит как минимум о двух важных моментах в поведении Парижа. Первое, то, что Франция сейчас крайне обеспокоена налаживанием мира и взаимопонимания между Азербайджаном и Арменией, принимая это как вероятность краха своих целей на Южном Кавказе. Поэтому даже и не пытается сохранить лицо, Франция очень напугана договоренностями Баку и Еревана. Второе, о серьезном провисании планов Франции на Южном Кавказе говорит и фактор тайных договоренностей ЕС и США с Ереваном в Брюсселе, который, по сути, нивелировал миссию Франции, которая практически одна от лица всего ЕС выступала инициатором вооружения Армении. Так что на данный момент некогда грандиозные планы Парижа закрепиться на Южном Кавказе, по сути, утратили свою актуальность на фоне действий союзников ЕС и США в сговоре с Арменией. Но с одним, но, западные центры силы, в отличие от Франции, совсем не настроены играть на Южном Кавказе в долгую, и если их попытки стравить страны на Южном Кавказе, создать фазу тлеющего или горящего конфликта не увенчаются успехом, то они исчезнут так же быстро, как и появились. Но от этого всего есть хотя бы один очевидный плюс, Франция на данном этапе оказалась вне игры, сказал Ребцов. В то же время, по мнению казахстанского политолога Алжаса Амиржанова, недальновидность и спонтанность политической повестки, вообще признак серьезного кризиса внешней политики Европы, ее политическая элита. И яркий пример этому, Франция, Греция и страны франкофонского мира. Я бы даже назвал это вырождением европейского политического класса как такового. Европейская политика теряет лицо, становится зыбкой и неопределенной, налицо отсутствие сильных ходов и решений. Но да, лицемерие европейской политики в целом, никем не скрываемый факт, страны Европы даже в отношении друг к другу демонстрируют циничность, отсутствие солидарности в вопросах выработки общей позиции по тем или иным вопросам. А Макрон и его света, пожалуй, как некий выкидыш этой системы, самое показательное ее звено. Потому в своей нынешней политике Париж и те страны, которые послушно следуют указаниям Франции, ее политическому курсу, это яркий пример того, как вырождение европейского политического класса привело к крайне токсичным примерам, откровенной деструктивности ведения, позиции лидера и его команды, одной из самых развитых стран мира. Возникает понимание, что основой основ нынешней политики Парижа является разжигание хаоса в различных регионах планеты, этакий политический паразитизм, когда сам паразит питается болезненной средой, успешно в ней существуя. Все это очень хорошо проявляется на примере Южного Кавказа, где Франция из некогда посредника, объективного игрока сама превратилась в угрозу для этого региона. Поэтому ее не интересуют мирные процессы между Баку и Ереваном, у нее и у других стран-пособников такие тенденции вызывают лишь приступ тревоги. Франции и франкофонству не нужен сильный и самодостаточный Южный Кавказ, ее больше интересует поле из разобщенных, разрозненных и неспособных к диалогу стран, откуда можно качать ресурсы как в прямом, так и в переносном смысле слова, заключила Мержанов.